Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы вновь будем говорить о пряностях. И говорить мы будем о необычных пряностях. Некоторые растения, которые можно использовать в качестве пряностей, мы встречаем и никак не можем подумать о том, что они могут использоваться для этих целей. О других растениях мы мало что знаем, но вкус добавления небольшого количества той или иной пряности может совершенно изменить вкус блюда. Сегодня мы будем говорить в основном о пряностях, многие из которых можно классифицировать как местные пряноароматические растения, потому что они были более доступны, чем классические пряности. Но в то же время я решил все-таки рассмотреть их в нашем цикле передач, потому что они обладают рядом очень интересных свойств. Они, так же как и классические пряности, были известны очень давно и использовались достаточно широко. Но можжевельник, конечно, это растение, которое мы можем назвать местной пряностью. Это растение, которое может существовать и в холодных широтах. Итак, род можжевеловых насчитывает свыше 70 видов, произрастающих в северном полушарии, от полярной зоны до горных тропиков. Эффектные, вечно зеленые, ароматичные, одно- или двудомные кустарники, имеющие часто стелящиеся формы, или небольшие деревца с игловидной или чешуйчатой хвоей, с плодами, шишкой, ягодами, сине-черными, да, как раз мы один из плодов и видим на картинке, реже красно-бурыми, ароматно-пряными, оболочка которых образуется из сросшейся чешуи. Можжевельник имеет множество названий. Можжевел, можжуха, тетеревинные ягоды, верес, тетеревинный куст и так далее. Кстати говоря, даже существует специальный гост на шишкой ягоды, и есть определенные требования к данному сырью. Ну и вот я его зачитаю. Зрелые плоды должны быть гладкие, блестящие, округлые, буровато-черные, иногда с сохранившимся голубоватым налетом, с трехлучевой бороздкой на верхушке диаметром 6-9 мм. Ну, вкус у можжевеловых шишко-ягод, ну, такой сладковато-пряный. Запах ароматный и достаточно своеобразный. Ну, конечно, как и любое, если говорить о качестве сырья, безусловно, примесь недозрелых ягод, сморщенных ягод, шишко-ягод, оно, безусловно, ухудшает качество. Вот как раз мы здесь видим шишко-ягод и можжевельник. Ну, в целом они под стандарт, ну, относительно подходят, да, диаметр где-то 6-9 мм. Вот. Ну, здесь в данном случае мы видим сырье, которое даже скорее предназначено не как пряность, а ее больше используют как лекарственное растение. В данном случае я просто принес как сырье в качестве лекарственного растения. Но, тем не менее, и это сырье тоже можно использовать в качестве пряности. Ну, а если говорить более подробно о характеристике можжевельника, во-первых, растение необычное. Вот у нас здесь мы с вами видим можжевельник обыкновенный, да, который у нас на слайде. Это вечно зеленый древовидный кустарник, высота которого до 2-3 метров. С вечно зеленой хвоей, то есть то, что характерно для можжевельников остальных, либо дерево высотой до 12 метров, с толщиной ствола 10-12 метров. Вот обыкновенный можжевельник, он растение двудомное. И мне хотелось бы сказать, что плоды в виде ягод состоят из сросшихся плотных чешуек, как шишки хвойных деревьев. Их и называют шишка ягодами. Мужские шишки, желтые, мелкие. Женская шишка состоит из нижних, кроющих чешуй и трех верхних плодущих, на которых имеется по одной с 7 почки. Ну что же, мы можжевельника характеризовали, то, что он вечно зеленый кустарник. Ну, я когда говорил слово дерево, почему разные жизненные формы у можжевельника? А дело в том, что все зависит от условий существования. Если условия более благоприятные, да, то можжевельник может иметь жизненную форму, представленную деревом, да. Но чаще мы, конечно же, когда говорим слово можжевельник, мы все-таки его представляем как кустарник. Ну, а родины и растения считают Европу. Можжевельник имеет достаточно давнее происхождение. Ну, например, в Древней Греции и Древнем Риме можжевельник считали хорошим средством против змей. Там же впервые использовали это растение и в качестве лекарственного средства. То есть, можжевельник, как лекарственное растение, имеет достаточно большую историю. Ну, например, Авиценна считал, что толченые можжевеловые ягоды с медом хорошо заживляют гнойные раны. Можжевельник достаточно быстро распространился во всем северном полушарии, за исключением Крайнего Севера. Можжевельник знали и североамериканские племена индейцев. Ну, здесь они использовали в качестве лечебного средства можжевельник еще одно из свойств можжевельника. Дело в том, что можжевельник – растение эфирно-масличное. Это, кстати говоря, относится ко многим пряностям. И вообще, если говорить о хвойных растениях, то, пожалуй, вообще даже среди всех растений можжевельник обладает наибольшей фитонцидной способностью. Что это значит? Он выделяет наибольшее количество биологически активных веществ в воздух, которые также влияют и на здоровье человека. Поэтому, конечно, в можжевеловом лесу, например, больные туберкулезом чувствуют себя значительно лучше. Кроме того, конечно же, вообще часто легочных больных, да, с различными легочными заболеваниями, им рекомендовали находиться определенное время в можжевеловом лесу. Ну, если не было можжевельника, то заменяли чуть менее эффективным, но тоже достаточно обладающим высокой терапевтической активностью, сосной. Итак, в можжевельнике содержится и эфирное масло. Ну, вот если вы купили эфирное масло можжевельника, такое мне, я вам хочу дать совет. Все-таки используйте его аккуратно. Есть определенные дозировки. Если вы в ванну добавляете, например, добавить очень большое количество капель эфирного масла можжевельника, ну, допустим, 30-40, вы можете просто не заметить, вот так вот опустить пузырек, да, и не заметить, как польется достаточно большое количество капель. То вот оказывается, эфирное масло можжевельника настолько сильное, что у людей, которые страдают гипертонией, гипертонии, у которых часто бывает высокое артериальное давление, большое количество эфирного масла можжевельника, да, в воде, может даже вызвать, ну, это, правда, случай очень редкий, но все-таки гипертонический кризис. Вот такое сильное растение можжевельника. Ну, в малых дозах эфирное масло можжевельника, конечно же, можно использовать, строго соблюдать дозировки, а иногда даже желательно уменьшать. Насколько я помню, в малых дозах можжевельник рекомендуется даже и при гипертонии, а в то же время большие дозы вредны. Итак, уже североамериканские индейцы использовали лечебные свойства можжевельника, в частности, его фитонцитную активность. Ну, и в России можжевельник достаточно рано узнали, как лекарственное растение, как оздоравливающее растение, как пряное растение. Да, и я бы еще добавил, и как растение, которое было атрибутом в свое время Нового года и Рождества. Ведь согласно указу Петра I нужно было украшать можжевеловыми, сосновыми и еловыми ветками дома на Новый год. И можжевельник также был и обязательным атрибутом и Рождества, ветки можжевельника. Ну, я думаю, что это было связано еще со множеством легенд, которые характерны для можжевельника. Например, то, что он способен отпугивать ведьм и так далее, колдунов. Но вот сейчас, конечно, можжевельник, если говорить о нашей стране, он распространен в европейской части России. Его ареал также охватывает Западную и Восточную Сибирь, Забалькалье и Якутию. Ну, а больше всего любит жить можжевельник в сосновом бару, в смешанных лесах. Также мы его встречаем на его излюбленных местах в лесновых опушках, а также на берегах рек, холмов и горных склонов. В некоторых странах можжевельник, ну, например, в Чехии и Словакии, его относят к растениям охраняемым. Ну, тут мне хотелось бы еще отметить, что вот в России-то как раз можжевельник был всегда доступным растением, доступным и в качестве лекарственного средства, и в качестве пряностей, что, конечно же, безусловно, это был определенный плюс. Ну, а если говорить о легендах, которые связаны с можжевельником, то, наверное, в Чехии и Словакии не знали такой легенды, поэтому можжевельник и относится там к редким растениям, которые охраняют. Так вот, в Германии существовала следующая легенда, не только в Германии, но, например, и в Уэльсе, в Великобритании, что если срубишь можжевельник, даже если, например, ветку можжевельника, то не проживешь больше года. Ну, вот, смотря литературу, сложно мне было найти, и я так и не нашел все-таки, откуда пошло это поверье. Но, тем не менее, благодаря этому поверью, в некоторых странах можжевельник достаточно растение распространенное. Кроме того, можжевельник был и необходимой частью так называемого чистого огня, которое зажигали для изгнания болезни скота. Да. Ну, и также в России, например, тоже существовал ряд легенд с можжевельником. Называли его иногда можжиелка. Так вот, считалось так, что нельзя сажать можжевельник рядом с домом, вплотную. Иначе умрет кто-нибудь из родственников. А чаще даже трактовали так, что иначе умрет хозяин. Но, тем не менее, конечно же, это всего лишь легенды, которые серьезной почвы за собой не имеют. Если говорить о можжевельнике как о приправе, вернее, как о пряности, если более верно, то считается, что это типичная славянская приправа. Да, особенно она популярна как приправа в Польше. Но, тем не менее, конечно же, если говорить о можжевельнике, то сбор спелых ягод можжевельника начинается с осени до начала зимы, пока кустарник не сонесет снегом. Ну и, желательно, собранные ягоды, конечно же, в первую очередь очищают от хвои, обломков, незрелых плодов, насекомых и других отходов. А температура должна быть при сушке можжевельника не выше 35 градусов. Иначе ягоды утрачивают свой аромат и не представляют ценности в качестве пряности. Ну и мне еще хотелось бы сказать, что вот тут еще есть определенная тонкость. Все-таки, мне кажется, проще купить эту пряность в магазине. Дело в том, что либо хорошо разбираться нужно в ботанике. Дело в том, что некоторые виды можжевельника, они ядовитые. Например, можжевельник казацкий, да, растение очень ядовитое. Причем часто даже вот используя можжевельник как декоративный кустарник, ну, например, высаживаю на дачном участке. Мы забываем о том, что некоторые можжевельники ядовиты. Это надо помнить о том, у кого есть дети. Ягоды можжевельника, шишки ягод можжевельника, они часто выглядят привлекательно для детей. Поэтому об этом нужно помнить. И, конечно, когда, например, есть ГОСТ по поводу можжевельника, там, безусловно, не допускается примесь, шишка ягод, других видов можжевельника. А только можжевельник обыкновенный. Поэтому обязательно помните об этом. Ну вот, ягодами можжевельника часто, вот если, например, опять-таки коснуться, вот у нас здесь они представлены, шишка ягод и можжевельника, вот всего лишь несколько ягод, да, всего 2-3 ягоды могут изменить вкус блюда. А особенно они меняют вкус дичи. Не зря можжевельник часто считали приправой для охотников. Часто используют не только сами ягоды, но иногда маринад и соус. Соус также с можжевельником используется для приготовления рыбных блюд. Ну вот можно вновь посмотреть уже на слайде, на шишка ягоды можжевельника. Ну а мясо перед приготовлением рекомендуют мариновать в красном вине, которое смешано с молотыми ягодами можжевельника. И из-за этого как раз мясо быстрее готовится и становится необычайно мягким. Ну, кроме того, можно добавить еще также в маринад лавровый лист, гвоздику и перец. Тут мы оживельник сочетаем. Также ягоды можжевельника неплохо сочетаются с майораном. И вот еще раз, возвращаясь к представленным шишкой ягодам, вот вы, наверное, видели, что рядом лежала другая специя, да, ну, вернее, скорее, здесь слово специя не совсем применимо, а сырье, из которого иногда делают специю, розмарин. Так вот, розмарин и можжевельник тоже неплохо сочетаемы. Ну, а в Польше вообще существует множество различных блюд, которые готовятся с можжевельником. Ну, например, к приготовленному мясу с можжевельником подают часто джем из красной брусники, свеклу и салат из краснокочанной капусты. Ну, а классический соус, это, конечно же, он должен содержать можжевельник. Можжевельник также добавляют к ветчине и охотничьим колбаскам, которые приобретают горько-сладкий вкус и даже чем-то запах, который напоминает бальзамин. В Северной Франции можжевельник используют в качестве составляющей одной из приправ. В Германии, например, используют, подают его к овощам, вот, и овощи приобретают особенный вкус, который сильно отличается от оригинального. Ну, и, конечно же, я думаю, многие из вас знают, что можжевельник использует и как пряность к ряду алкогольных напитков. Причем, вот, например, сейчас относительно недавно были восстановлены рецепты производства, да, не только получения, но и производства медовых вин, и там даже есть такое определенное разделение. Вот если в медовые вина добавляют такую пряность, как можжевельник, да, то считается, вот, что как раз это медовое вино больше предпочитают как раз мужчины. То есть, вот, а если можжевельника нет, например, к медовым винам добавляют малину или какие-то другие ягоды, да, то здесь вот такое медовое вино больше предпочитают женщины. Ну, и, конечно же, не только одними медовыми винами ограничивается использование можжевельника в алкогольной промышленности. Это, например, и очень крепкие напитки, например, джины, а также различные бальзамы, которые тоже часто содержат можжевельник. Но, как я говорил, можжевельник часто называют пряностью охотников. Вот, ну, и можно также использовать ягоды можжевельника для вымачивания мяса домашних животных. И тут вкус меняется очень сильно. Мясо домашних животных чем-то напоминает вкус как раз дичи. Ну, и помните о том, что все-таки можжевельник – это сильное растение. Поэтому вот мы показывали вам уже шишко-ягоды можжевельника. Вот максимум, что можно положить, да, на килограмм мяса – это 5-6 шишко-ягод можжевельника, не больше. Дело в том, что в больших количествах, вот если мы просто возьмем, да, и высыпем, например, 30 ягод, что будет? Можжевельник – очень сильное растение. И может спровоцировать, ну, скажем так, ряд, во-первых, например, какие-то, вызвать, например, обострение хронических заболеваний почек. Это тоже может быть. Ну, и повлиять и на другие системы организма. Еще раз повторюсь, что помните о том, что некоторые виды можжевельника ядовиты. Поэтому, если вы собираете сами шишко-ягоды можжевельника, обязательно собирайте как раз ягоды с можжевельника обыкновенного. В домашних условиях ягоды можжевельника можно использовать при изготовлении кваса, пива, морса, киселя, различных прохладительных напитков. И даже при солении и мариновании продуктов. А из зрелых сухих плодов готовят можжевеловый сахар. Ягоды используются также для изготовления сладкого сиропа, мармелада, пряников и коврижек. Ну, кстати говоря, приготовление сиропа – дело непростое. Ягоды надо мять деревянным пестиком. И нужно делать это аккуратно, чтобы не раздавить горькие семена. А вот из сушеных можжевеловых ягод можно даже получить суррогат кофе. Ну, конечно, с кофем все равно его не сравнишь, но тем не менее. Кроме того, если мы поговорим уже о медицинских, о лечебных свойствах можжевельника, то, конечно, можжевельник имеет большой спектр использования, как, впрочем, и другие хвойные растения. Я говорил об эфирном масле, который чрезвычайно обладает высокой активностью. Ну, и, в принципе, вот я, например, иногда его использую, эфирное масло можжевельника, когда идет, например, такое заболевание, эпидемия, например, гриппа. Хотя, на мой взгляд, эфирное масло все-таки можжевельника послабее, например, соснового и елового в данном случае. Но, может быть, я все-таки ошибаюсь. Я говорю по поводу собственного опыта. Ну, мне хотелось бы отметить, что 1 гектар можжевелового леса испаряет более 30 килограмм эфирных масел. Ну, более, наверное, верно сказать все-таки не масел, а фитонцидов. Можжевельник применяют как мочегонное средство. У больных с отеками сердечного происхождения, при нарушении солевого обмена, при хронических пиелонефритах, циститах, мочекаменной болезни, без, вот это самое главное, признаков почечной недостаточности, назначают препараты можжевельника как дезинфицирующее и диуретическое средство. Препараты можжевельника, ну, я думаю, это вы уже поняли, что они также используются при легочных заболеваниях, особенно, вот, если говорить при заболеваниях легких, которые сочетаются, например, с мокротой, да, гнойной мокротой, это бронхоэктотическая болезнь, абсцесс легких, легочная пневмония, хроническая пневмония и ряд других заболеваний. Ну, у некоторых озеленителей была такая мечта, то, что взять и в Москве посадить большое количество можжевельника, и сразу даже было подсчитано, сколько нужно можжевельника, чтобы воздух в Москве стал здоровый. Но, к сожалению, к большому сожалению, можжевельник не очень хорошо растет в Москве. Почему? Да потому, что он не очень устойчив к разным экологическим факторам, таким, как, например, засоление почвы, тяжелые металлы, и, например, содержание в воздухе оксидов азота, серы, все это на него неблагоприятно влияет. Ну, вот, например, те же самые шишко-ягоды, о которых я говорил, можно использовать их не только как пряность, но можно из них сделать настой для ингаляции и, например, также для полосканий при заболеваниях верхних дыхательных путей. Ну, а хвою можжевельника используют при бессоннице, при неврозах и также при радикулите. Так что, как мы видим, можжевельник, конечно же, растение чрезвычайно полезное. Но если мы поговорим о химическом составе шишко-ягод, то здесь до 40% виноградного сахара есть органические кислоты, яблочное, уксусное, муравьиное, красящие вещества, эфирное масло. Ну, если более детально посмотреть на эфирное масло, туда входят терпены, различный кодинент, терпинеол, барнеол и ряд других. Также смолы, воск, микроэлементы содержатся, такие как марганец, железо, медь, алюминий. Ну, алюминий, конечно, не относится к минеральным веществам, но, тем не менее, мы его рассматриваем как вещество, которое содержится в небольших количествах. Вот хвоя также, если теперь мы уже отойдем от шишко-ягод, она очень богатая, ну, относительно богата витамином С. Ну, и в заключение мне хотелось бы дать ряд советов, которые заключаются в следующем, что можжевельник, ягоды можжевельника, как и другие пряности, желательно все-таки хранить в закрытой посуде. Ну, а приготовленные на основе можжевеловых ягод кисло-сладкие желе прекрасно подходят к курятине и свинине, особенно, когда их, например, готовят вместе с яблоками. Ну, а следующее растение, наверное, такое чрезвычайно необычное, и я объясню почему. С одной стороны, оно в первую очередь необычно, как пряность, а с другой стороны, я почему стал рассматривать это растение? Дело в том, что я прочитал следующий факт. То, что это растение, которое, это пряность, вернее сказать, которое имеет очень сложно выговариваемое название – асафетида. Так вот, если ее использовать в пищу, то, оказывается, у человека меняется характер, появляется больше нежности, спокойствия, нормализуется отношение с близкими, и также она улучшает цвет лица, и кожа становится эластичной, и даже разглаживаются мелкие морщины. Основным лечебным компонентом является засохший на воздухе млечный сок – камедь, которая получается из корней растения. Из него в фармацевтической промышленности изготавливаются различные настои, настольки, эмульсии, пилюли, которые применяются при нервных заболеваниях, истерии, а также являются средством против астмы, кашля, и также приготовляются противосудорожные пилюли. Но, тем не менее, если более подробно поговорить об этом растении, то асафедита – это многолетнее пряно-ароматическое растение, которое известно с человеку с древнейших времен. Но мы можем часто его встретить под названием фирула. Родиной этого растения считается Иран, Афганистан. Это растение привлекало к себе внимание по двум причинам. Во-первых, это очень необычная пряность, которая обладает резким и необыкновенно неприятным запахом. И в переводе с латинского название означает «зловонный». Во-вторых, растение использовалось как лекарственное средство. Млечный сок корней этого растения с древних времен использовался при различных заболеваниях. Ну и у растения необычная судьба. Сначала это растение пытались распространить, а затем его уничтожали. Ну вот давайте вновь вернемся к слайду. И мне хотелось бы сказать следующее. Распространять его пытались в IV веке до н.э. Оно попало в Северную Африку, где и прижилось. А затем его стали необдуманно уничтожать. И в Африке это растение исчезает уже в I веке. И постепенно исчезает и в других регионах произрастания. В том числе и в ряде среднеазиатских государств. Ну а ботаниками это растение даже внесено в Красную книгу. Ну большой вред этому растению принесло, во-первых, с одной стороны освоение целинных земель, а с другой стороны чрезмерные сборы этого растения как лекарственного сырья. Ну в достаточных количествах все-таки это растение встречается. В основном в Иране и Афганистане. Ну а если говорить о других названиях, то я говорил, что часто мы можем это растение встретить под названием фирула. Итак, это растение многолетнее, мощное, высокое растение, которое может достигать высоты 1,5-2 метров. Представитель семейства зонтичных. Центральный ствол толстый, а в верхней части разветвляется. Корень вздутый, овальный. Во время цветения выбрасывает 15-цветковые зонтики из разветвленных степлей. Полуплодики эллиптические, волосистые, с выемкой на вершине. С выносит всего лишь один раз в 8-10 лет. Ну и как я говорил, что основным лечебным компонентом растения является засохший на воздухе млечный сок, который получается из корней растения. Ну а в качестве пряности, вот как раз на слайде у нас появляется уже пряность, используют высушенный млечный сок корней. Вкус непростой. Он тяжел для лиц, которые не употребляют эту пряность. И фактически такое сочетание двух вкусов, лукового и чесночного. Причем, если говорить об этом растении, вкус этот сохраняется очень долго и пропитывает фактически все, и воздух, и одежду. И даже, как утверждают специалисты, его трудно удалить полосканием водой, водкой и даже уксусным раствором. Ну а народы, которые проживают в Иране, Афганистане, Казахстане, достаточно часто используют эту пряность. Ну, кроме того, это растение в качестве пряности используют также те народы, которые не употребляют чеснок. На Востоке из этого растения готовят своеобразные блюда. Ароматные соусы для риса, овощных блюд. Опытные кулинары сочетают эту пряность с другими пряностями, облагораживая ее вкус и снижая резкость запаха. Но, тем не менее, многие европейцы с этой пряностью не знакомы. Но, тем не менее, в Германии эта пряность известна. Например, если говорить об истории этой пряности, то уже в 19 веке я хочу зачитать. В Германии широко применяли ее для приготовления национальных кровяных и ливерных колбас, а также в домашней кулинарии, приготавливая специальное блюдо – баранину по-гесенски. В качестве пряности используют лишь один вид ферулы. Хотя существует и ряд других видов ферул, некоторые из которых вообще считаются растениями, которые находятся на грани исчезновения. Кроме того, некоторые виды ферул также еще используются и как лекарственное средство. Но и даже вот сейчас можно увидеть несколько биологически активных добавок, которые используются при лечении ряда заболеваний, в которых содержится ферула. Ну вот такое необычное растение, которое имеет вкус, который чем-то напоминает смешанный чеснок и лук. История у нее достаточно трагичная. Было время, когда считали это растение наркотическим. В то же время был период, когда растение это достаточно широко распространяли. Тем не менее, в Европе появляется такой интерес к этой пряности. И она в книгах о пряностях. Сейчас они пишут и рассказывают о том, как ее можно использовать. Ну а вот можно вновь еще раз посмотреть. И следующее растение, о котором мне хотелось бы вам рассказать, это растение миндаль. Растение тоже достаточно известное. Имеет древнее происхождение. И само название растения связывают с именем прекрасной богини Амигдалины, которой поклонялись финикийцы. А родины растения считают Северную Африку и Кавказ. И сейчас это растение можно также встретить там в диком виде. Конечно же, растение очень древнее. И оно упоминается в Библии. Миндаль считается культовым деревом. Им украшали дома во время религиозных праздников, брали с собой в места поклонения богам. А веточки растений, как и некоторых других растений, да, отгоняли злых духов. В частности, от заболевших детей. Миндаль – это то растение, на которое достаточно рано обратили внимание и стали активно культивировать. Ну, например, сначала растение распространилось в Древней Греции. И вот здесь миндаль, он как бы такой приобретает символ плодородия. И о нем слагались различные легенды. Кроме того, нужно помнить, что миндаль имеет три разновидности – горький, хрупкий и сладкий. Существует множество легенд, которые говорят нам о происхождении сладкого миндаля. Ну, например, существует легенда о любви красивой девушки Фелиды к Демофонду. Во время их длительной разлуки девушка превратилась в засохшее миндальное дерево. Вернувшись на родину, Демофон долго оплакивал свою возлюбленную. Боги жалились над ним, и когда он обнял засохшее дерево, оно ожило, распустило листья и зацвело прекрасными цветами. Ну, каждый миндаль имеет свою легенду. Например, горький миндаль, его происхождение связывает с трагической смертью дочери Мидаса. Ну, вот давайте вновь еще посмотрим на миндаль. Растение действительно очень декоративное. Ну, и возвращаясь к легенде, мне хотелось сказать. Горький миндаль вырос на том месте, где ударом ножа дочь Мидаса пронзила свое сердце после сообщения о смерти мужа. Ну, миндаль, конечно, не везде приживался. Так получалось, что, конечно, растение-то теплолюбивое, и родины его были более теплолюбивые районы. Но в виде готового продукта миндаль даже распространился вплоть до Северной Европы. И вот уже в VI веке миндаль начинают выращивать даже в Крыму. Миндаль издавна использовался и как лечебное средство. И, естественно, если растение лекарственное, то популярность только его увеличивается. Ну, например, горький миндаль в России использовали при лечении ряда женских заболеваний. Ну, а если говорить о самом миндале, то куст миндаля достаточно высокий, 3,8 метров, и имеет ветвистую крону. Ну, и мы сами видим из картинок, что цветущая миндаль представляет собой незабываемое зрелище, которое было воспитано не одним многими поэтами. Ну, а теперь давайте поговорим о химическом составе миндаля. Семена миндаля, они богаты жирными маслами. Да, и если говорить о процентном отношении, где-то это от 40 до 60 процентов. И белками. Разные виды миндаля имеют различное количество в процентном отношении гликозида. Содержится в различном количестве гликозид амигдалин. Ну, и наибольшее количество амигдалина содержит горький миндаль. Как раз именно амигдалин и придает ему горький вкус. Издавна его применяли для приготовления самых разных препаратов. Ну, например, Авицен рекомендовал использовать миндаль для очищения кожи от веснушек, кровоподтеков и так далее. А вот сладкий миндаль, он практически амигдалина не содержит, поэтому у него горького-то вкуса и нет. Горький миндаль рекомендовали использовать только после тепловой обработки. Что происходит? Амигдалин разлагается на составляющие части. И вот в период этого разложения он еще становится более токсичен. Почему? Потому что образуется сахар, бензаль, дегид и сильно ядовитая синильная кислота. И лишь затем, после обработки, когда нейтрализуется синильная кислота, можно использовать миндаль. Сырой миндаль детям, например, есть категорически запрещается. Ну, сам горький миндаль также рекомендовали использовать при лечении ряда заболеваний, в первую очередь, дыхательных путей, почек и ряда других. Миндаль также используют для приготовления обезболивающих и успокаивающих средств. Ну вот, если говорить уже о вкусовых качествах и о применении миндаля, то оно различное. Конечно, горький, сладкий и хрупкий миндаль. Горький миндаль после обработки придает блюдам неповторимый миндальный аромат, улучшая и вкус. Сладкий миндаль уступает по вкусовым качествам первому, но тем не менее является незаменимой пряностью при кулинарной обработке, в первую очередь, рыбных блюд, а также особенно часто его используют при приготовлении форели. Хрупкий миндаль чем-то напоминает сладкий, но у него более слабый аромат. Сладкий и хрупкий миндаль, конечно же, а также и горький миндаль достаточно широко используют в кулинарии для приготовления самых разных изделий. Это мучные изделия, кексы, торты, пироги. Ну а, например, в кухнях Китая и Индонезии, вот я зачитаю, его рекомендуют добавлять в блюда из риса, птицы, мяса. Ну а, жареный соленый миндаль употребляют даже совместно с напитками. Кроме того, миндаль используется и при приготовлении различных ликеров. Итак, как мы видим, миндаль достаточно широко используется. Ну а теперь я предлагаю прерваться и поговорить о пряных смесях вместе с Ольгой Гладковой. Пряные смеси Здравствуйте! Невозможно представить русскую кухню без соусов. Соусы считаются изобретением французской кухни. Французская кухня создала соусы с очень обманчивыми названиями. Например, баварский, голландский, португальский и даже татарский и русский. Но ни один из них не имеет никакого отношения к соответствующим национальным кухням. Они отражают фантастические представления французов о других народах. Например, татарский соус назван так потому, что французским поварам, которые побывали в России, показалось, что татары добавляют маринованные корнишоны в соус. В русском соусе тоже очень мало русского. Просто в него перед подачей на стол добавляют несколько ложек красной икры. Основным же его ингредиентом являются бульоны замаров. А эти ракообразные и в наше время не так часто употребляются в России. Считается, что большинство знаменитых соусов было создано в XVII-XIX веках. Авторами соусов не гнушались выступать представители титулованной знати. Считается, что знаменитый соус «Бешамель» изобрел Луи де Бешамель, сын известного французского дипломата и этнографа Шарля Мари Франсуа де Нуантеля, первого собирателя сказок «Тысяча и одна ночь». Французская кухня насчитывает более 3000 соусов и не может обходиться без большинства из них, так как они в значительной степени составляют своеобразную основу французской кулинарии, придают ей неповторимый характер и колорит. Ну что же, мы узнали много нового, познакомились с таким растением, как миндаль, чрезвычайно необычным растением. Ну а следующее растение, о котором я хотел бы вам рассказать, это розмарин. Что же представляет из себя розмарин? Это вечно зеленый кустарник до двух метров высотой, сильно ветвистый от основания, молодые побеги, кусто опушенные. Ну а название вечно зеленого кустарника, рода розмаринус, восходит к латинскому слову «морская роса», и дано не случайно. Розмарин растет на берегу, там, где много морской пены, поэтому древние греки посвящали розмарин Афродите и Венере, и считали, что чудесное растение может сделать человека счастливым, избавить от злых снов и сохранить молодость. Ну а вот если бы мы с вами попали в эпоху Средневековья, то здесь бы мы узнали о том, что розмарин в первую очередь используется для памяти. Так и говорили. Вот розмарин для памяти. Не забывай, милый, не забывай. Это то, что как раз говорит шекспировская Афелия. Вот розмарин – это для памяти. Не забывай, милый, не забывай. Ну а и ряд других ученых также утверждали то, что действительно розмарин улучшает память. Ну действительно, розмарин – это еще и эфирно-масличное растение, и в эфирном масле содержится много самых разных веществ, особенно много камфора, которые стимулируют нервную деятельность, дыхание и кровообращение. Ну и, конечно же, розмарин – это растение, которое с древних времен используется в том числе и как пряность. Ну, кстати говоря, если говорить о лекарственных свойствах, то Плиний тоже в своих рукописях прислал о розмарине как о лекарственном растении, которое обладает волшебными свойствами. А легенды рассказывают нам о том, что греческие боги, собираясь на горе Олимп, украшали свои головы венками из розмарина и ценили его даже выше золота. Ну, в качестве пряности используют в основном сушеные молотые листья, которые обладают таким сладковатым камфорным запахом, потому что камфора содержится в большом количестве. Запах иногда чем-то так вот напоминает запах сосны, очень пряный и слегка острый вкус. Розмарин рекомендуют использовать с блюдами из жирного мяса, а также при приготовлении говядины, телятины. В Италии розмарином посыпают макароны и также активно добавляют их в различные пищевые продукты. Ну, а растёртым в порошок розмарином также приправляют домашнюю птицу. Ну что ж, сегодня мы познакомились с вами с разными пряностями. Вот, кстати говоря, можно показать розмарин, который как раз у нас здесь представлен. Здесь мы видим розмарин как лекарственное сырьё, то есть для лечения ряда заболеваний. В частности, ещё розмарин является неплохим иммуномодулятором. И розмарин, кстати говоря, часто ещё и добавляют в чай. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания!